Борьба в ММА может спасти тебя от поражения. Зачастую большая часть бойцов, которые являются борцами, неплохо идут в UFC. Если спросить любого ударника, Петя не в счет, что его больше всего не устраивает в поединках, то большая часть ответила бы борьба. Большинство борцов в основном родом из Махачкалы, но есть и исключения. И сегодня я постараюсь разобрать молодых борцов из стран в СНГ в UFC. Но соответственно я их всех назвать не смогу и поэтому в комментариях я попрошу написать ваш топ. Всем привет бойцы, с вами канал Беларус Той ММА и в этом видео мы поговорим о борцах. Ну и при началом этого ролика я хочу, чтобы вы потратили 10 секунд для того, чтобы подписаться на канал и поставить лайк. Ну а мы погнали! Оскар не является каким-то популярным бойцом, но из-за своих навыков на земле он дошел до статуса претендента в наилегчайшем весе. В своем дебютном поединке он подрался уже с нынешним чемпионом Брэндоном Морено и судьи присудили ничью. В этом поединке он показал, что его борьба находится на запредельно другом уровне. Морено не раз отмечал в интервью, что борьба Аскарова это не шутки. Пример долго искать не надо, достаточно вспомнить его прошлый бой против Джозефа Бенавидоса. Аскар ничего не дал сделать Бенавидосу в борьбе и в стойке. Свою ударную технику Аскаров также старается улучшать и по-видимому это у него неплохо получается. Если он без проблем работает в стойке против такой легенды как Бенавидос. Кардио на три раунда ему без проблем хватает. Он без проблем в хорошем темпе проходит весь бой и практически не устает. По сути в его посланном списке нет каких-то мешков. Все те с кем он бился являются крепкими топами этой весовой. Тим Эллиот. Боец, который первый дал самый конкурентный бой могучему мышонку. Александр Пантожа, боец, который долгое время находился в топовой пятерке. Ну и бывший претендент на титул Джозеф Бенавидос, который дважды дрался за пояс этой весовой. Аскар Аскаров вполне может стать чемпионом. В этом весе как минимум конкурентный бой чемпиону он уже давал. И мне кажется, что прямо сейчас он главный претендент на пояс. Скорее всего уже после третьего поединка Барена и Фигереда победитель этой пары будет защищать свой титул против Аскара Аскарова. Кстати, у меня есть отдельный ролик про этого бойца. Просмотров он набрал маловато, а такой боец заслуживает быть на верхушке в поиске. Так что давайте немного продвинем этот ролик. Ссылка в описании. Кинг-Конг, который резко ворвался в UFC и выдал 4 победы к ряду, 3 из которых завершили финишами. Александр с самого детства занимался борьбой. Оттуда и столь эффективные броски в его боях. Для тяжелого веса Александр еще молод и поэтому у него еще все впереди. Его зрелищный стиль очень нравится фанатам. Чего стоит его удушение предплечием. Вроде бы ничего особенного, но в лучшем промоушене это редкость. Также в его победах есть два топовых бойца. Первый из них это Рожелю де Лима, который кстати и попался на удушение предплечием. В общем, после поражения Траманова он сначала одолел Морриса Грина. А затем на недавнем турнире UFC сенсационно вырубил Бена Ротвелла, что было неожиданностью. Следующий топовый соперник, которого побил Саша, стал испанец Хуан Эспино. Многие могут подумать, кто это вообще такой? Но этот боец выиграл шоу The Ultimate Fighter 28 и после, уже в первом раунде, победил сабмишенным Джеффа Хьюза. Так что этот испанец далеко не легкая прогулка. Насчет чемпионских обидцах Романова я не уверен. Его кардио в лучшем случае хватает только на 2 раунда, а дальше у него начинаются большие проблемы. Так что перед тем, как штурмовать топ-15, ему нужно в срочном порядке потянуть свое кардио. А так Александр Романов, вполне зрелищный и талантливый боец, который через года 3-4 может приблиться к топовой пятерке и побороться за пояс. Я конечно не знаю, кто к тому времени будет чемпионом, но он вполне может, если как я говорил выше, потянет свое кардио, стать чемпионом. Молодой, набирающий обороты боец, который уже в дебютном поединке главного промоушена доставил немало проблем нынешнему топу Исламу Махачеву. Сейчас Роман находится на 13-й строчке легкого веса и ведет твиттерную борьбу с бойцами из топ-10, чтобы те согласились с ним подраться. Царукян имеет превосходную борьбу, он это неоднократно показывал в своих поединках. Но уже на нынешний момент он также неплохо боксирует. Например, в прошлом бою он всего за 2 минуты отправил спать Кристоса Гиагаса. Это нам показывает, что Роман не стоит на месте, а продолжает прогрессировать. Он имеет все необходимые навыки, чтобы уже конкурировать с бойцами из топ-5. У него идеальная борьба, а точный бокс и хороший запас бензобака. Возьмем, к примеру, третьего номера рейтинга Бенеля Дарюша. Я считаю, что у иранца нет шансов в бою против Царукяна. Скорее всего, Роман нокаутирует Дарюша. 100% Роман рано или поздно приблизится к Сатосу главного претендента на титул. И у меня такое предчувствие, что будет именно так. Дастин Поли побеждает Чарли и становится чемпионом. Махачев проводит бой против Бриллианта и выигрывает того решением судей. Роман проводит пару-тройку боев и приближается к статусу главного претендента. И вот долгожданный реванш. Чемпион Ислам Махачев против главного претендента Армянина Армана Царукяна. Лайк и комментарий, если хотите разбор этого зречного поэдика. Конечно, это мои фантазии, но все же очень реальный сценарий. Роман должен получить в своем следующем бою кого-то из топ-10. И мне кажется, идеальным вариантом станет Дэн Хукер. Они не раз закусывали в Твиттере, и Хукер стилически удобен для Царукяна. И если он победит, он уже будет располагаться на восьмой строчке рейтинга легковесов. Арман это, можно сказать, будущее легкого дивизиона. Ему всего лишь 25 лет. Для легкого веса это очень мало. Мне кажется, боец Ислам Махачев создан для того, чтобы продолжать наследие Хабиба. В борьбе он не хуже Нурмагомедова. Он также отлично переводит своих оппонентов на настелок тагона и не дает им встать. Но в отличие от Хабиба, Ислам старается перевести вниз с помощью различных подсечек и броском через бедро. Но Махачев не на боке борец. Он также с каждым днем прогрессирует в стойке. Но главным его оружием остается партер. Сейчас он находится на пятой строчке рейтинга легковесов. И скорее всего, в следующем году сможет подраться за пояс. Но так было не всегда. Буквально в 2019 году никто не хотел с ним драться. И ему давали одних мешкобоев, не включая Армана Царукяна. Но после победы над Сиагомодосом он резко залетел в топ-5. И некоторые легковесы начали возмущаться. Как так? Он победил бойца не из топ-10, но при этом попал в топ-5. Ислама много критиковали. Но фактически здесь критиковать нужно не Махачева, а кто ведет те самые рейтинги. Но россиянин доказал всем, что он не по случайности находится в топовой пятерке. На UFC 267 он в первом же раунде победил сабмишином 6-го номера рейтинга Дэна Хукера. Но даже при такой победе некоторые бойцы продолжали возмущаться. Больше всего негодовал Джастин Гэйджи, который считает, что Ислам не заслуживает титульный бой. Мне кажется, это потенциальный бой Ислама Махачев против Джастина Гэйджи. А как мы знаем, борьба игропнику Услама на высшем уровне и забороть Джастина у него не составит труда. Ислам перспективный боец, который доказывает, что борьба в ММА это все. Хамза Чимаев, настоящий пример медоеда в ММА. Самый яркий боец 2020 года. Он начал, как обычный дебютант, уверенно выиграв в первом же раунде. Но в интервью после боя он и заявил желание подраться уже через неделю. И компания услышала Хамзата. И он выступил, снова прикончил своего оппонента уже в первом раунде. Именно эти бои он провел исключительно в борьбе. Он показал настоящую пропасть между им и соперниками. И тогда Дана решил дать ему кого-то поопытнее. И им оказался бедный Джеральд Мершель, которого Хамзат финишировал еще быстрее. С самого начала боя он попер на американца и жестким правым кроссом отправил спать Джеральда. Жесткий нокаут в первом раунде. Чимаев показал, что и сила в его руках еще как имеется. И не стоит его недооценивать ни в борьбе, ни в стойке. А после этого поединка Хамзата ждал долгий простой, больше года. Из-за коронавируса он мог и вовсе завершить карьеру. Так как чувствовал он себя в этот период не самым лучшим образом. Но все-таки он смог победить эту болезнь. И на UFC 267 он вернулся. Его соперником стал китайский боец Ли Джинглианг, которого Хамзат, как и в предыдущих боях, перевел вниз, жестко их сбил и заставил сдаться. Тем самым, эта победа принесла ему путевку в топ-10 полусреднего веса. И теперь он может подраться с более рейтинговым соперником. К примеру, недавно появилась информация, что Буйчимаева и Гилберт Амберса находятся в разработке и может пройти в январе. Но пока мне кажется, о чемпионских амбициях Хамзата говорить рановато. Как минимум, пока на троне сидит такой сумасшедший болезнь, как Камара Усман. А как вы считаете, кто самый лучший болезнь из этого топа? Ваше мнение я хочу услышать в комментариях. С вами был канал Белорусто ММА. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.